Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о ситуации в Краснодаре, который за последнее время растерял большую часть своего состава. Легионеры уехали по понятным причинам. Мало того, что в России вообще сейчас тяжелейшая ситуация, так еще и Краснодар оказался фактически таким прифронтовым городом. Куда ни в самолете не прилетишь, не уедешь оттуда толком, проблемно все. Короче, можно понять иностранцев, и в этом плане с них взятки гладки. Но мало того, что иностранцы уехали, так еще и российские возрастные игроки, как видимо, тоже могут отсюда разбежаться. В частности, сейчас мы видим, что Краснодар в открытую начал наигрывать молодежку. При этом присаживать на скамейку запасных ветеранов вроде Ильина, Чернова или того же самого Газинского. Да, они, может быть, не такие возрастные игроки, но на фоне откровенно молодого состава Краснодара они смотрятся действительно корифеями и старичками. И сейчас мы видим, что все они сидят на скамейке, а играют представители дубля. И многие не без оснований считают, что это уже такая закидушка на следующий сезон, когда все эти возрастные игроки покинут стан быков и будет делаться ставка сугубо на молодых ребят. Это, конечно, риск, но риск – дело благородное. Да и вообще Галицкий всегда мечтал об 11 воспитанниках на поле. И недавно эта мечта сбылась. 11 игроков Краснодара, находившихся на поле, были воспитанниками системы. И вот уже появились первые, кстати, подтверждения касательно того, что команда будет расставаться с ветеранами-россиянами. Жена Юрия Газинского заявила, что ветеран покидает команду и что ближайший матч станет для него последним. Я оставлю ссылочку на сайт Sport Club, где был первый источник этой новости. Ну а мы сейчас поразмышляем о потере Газинского, насколько это губительно для Краснодара и как это скажется на команде. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Вообще сейчас многие сомневаются вот в этой стратегии Краснодара с резким омоложением состава и вспоминают негативные примеры подобных ситуаций. Когда вот команды шли на откровенный такой слив всех ветеранов, всех старичков, делали ставку на юных и перспективных ребят, и в результате команда разваливалась. Вспомните Монако, который скатился с уровня чемпиона Франции, а они брали золотые медали, до боймы за выживание. После чего это произошло? А после того, как они продали всех своих звезд, распустили ветеранов, напокупали молодых пацанов и… Получите, распишитесь. Полная задница. Одним из тех самых молодых пацанов, кстати, был Александр Головин, если вы помните, его брали как замену для многочисленных звезд полузащиты, которые были проданы в другие коллективы, и вот, пожалуйста, в результате два сезона, а можно сказать, и три, были просто подчистую списаны из истории Монако. Сплошной ужас и кошмар. Или можем вспомнить предыдущую команду Головина, с АСК там тоже ситуация была во многом похожая. Молодежка пришла, много перспективных ребят, наших, российских, иностранных, и какое-то время эта молодая банда показывала неплохие результаты, а дальше начались проблемы, и там уже команда начала балансировать, начала покупать и подписывать ветеранов, более опытных исполнителей, чтобы как-то уже разгрести всю вот эту ситуацию и добавить команде определенного баланса. И вот, пожалуйста, Краснодар, который, по всей видимости, готовится отдать всех опытных исполнителей и будет играть, ну, вот в таких сочетаниях, которые мы видим сейчас. Куча молодых ребят, куча пацанов из дубля, плюс Алексей Ионов. Напоминает это, кстати, еще одну команду российскую. Спартак середины 90-х, когда там был пионер-отряд после массового отъезда звезд, и плюс Сергей Горолукович в качестве такого дядьки, который наставлял всех на путь истинный. Может быть, Ионов будет таким дядькой, но мне кажется, это все равно очень серьезный риск. Одного Ионова не хватит, и команда, получается, слишком молодая. И это может привести к полному коллапсу. Да, кто-то ответит, что не все молодые футболисты Краснодара являются зелеными новичками. Тот же самый Сафонов, уже тертый калач, хоть и молодой игрок, особенно по меркам вратаря. Тот же самый, не знаю, например, Черников, уже достаточно давно играет в стартом составе, как и Сперсян. Но все равно даже этого опыта недостаточно. Так что здесь, с одной стороны, политика смелая, с другой стороны, очень рискованная. Ну а что касается конкретно Газинского, давайте перейдем к Юрию, который уже официально, видимо, покидает команду. Здесь все-таки история немножко отдельно стоит. У Юрия Газинского, как мне кажется, есть еще порох в пороховницах. Проблема в том, что использовать этот порох он не может. Слишком много травм, слишком много повреждений. И я считаю, что у Газинского есть таланты, есть способности. Тем более в последнее время в Краснодаре он раскрылся как более атакующий игрок. Он неплохо подключался к атакам. Недавно у него был рекорд по количеству голевых передач в среднем за встречу. Но мы должны понимать, что после целого ряда повреждений у него сильно упала скорость, подвижность. Он уже не так рьяно идет в стыке, пометуя о том, что часто получает повреждения. Так что здесь, ну, к сожалению, к сожалению, вот именно как опорник он уже не так эффективен. А Краснодар все-таки в современной своей эпохе делает ставку на скорость, на подвижность, на мобильность вот этой связки центральных авбеков, черников, кривцов и сперцян. Поэтому здесь, возможно, Газинский действительно немножко исчерпал себя. И, возможно, сейчас настало время для того, чтобы Йори перешел в какую-нибудь другую команду. Да, было бы, конечно, красиво, чтобы он вообще закончил карьеру здесь в Краснодаре, чтобы он был таким игроком подмены, если что, передавал какой-то ценный опыт. Но мне кажется, что сам по себе Газинский, он все-таки хочет что-то большее. Он хочет играть. Играть, возможно, не за такую амбициозную команду, как Краснодар. Возможно, Газинский вернется в родной торпедо, который может вернуться в высшую лигу. Это было бы тоже красиво. И, возможно, в торпедо Газинский получал бы стабильную игровую практику. А, возможно, он перешел бы, не знаю, в Хинки, например. Там старичков сейчас очень активно собирают. И там он вместе с Длушаковым тоже получил бы стабильное место в основе. Но для Краснодара, тем более с их методикой игры, наверное, Газинский действительно это уже прошлый, вчерашний день. И, разумеется, в этих условиях Йори, возможно, хочет выбрать футбол, а не почетное сидение на скамейке запасных. Ну, во всяком случае, я так вижу данную ситуацию. Потому что, с одной стороны, Газинский пригодился бы быкам, возможно, в качестве игрока ротации, такого наставника. С другой стороны, возможно, это не отвечает его собственным интересам. В итоге Газинский, который долгое время был одним из лидеров Краснодара, покидает команду. Ну, а быки? Быки будут строить очень интересный новый проект, который будет зиждеться на молодежи. Сейчас тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. В условиях массовой закупки звездных легионеров, вроде Бутхейма, Кобыла и Кордубы и всех остальных, молодежь, как Краснодарская, могла просто лишиться своего шанса на попадание в стартовый состав. А вот так получается, раз уж все разъехались, ну, почему бы не рискнуть и не сделать ставку на тех самых воспитанников? Вот, пожалуйста, 11 воспитанников в составе, вот, пожалуйста, ставка на молодых футболистов. И вот сейчас, когда чемпионат России откровенно провисает в плане качества составов, в плане качества игры, потому что звездные футболисты отсюда разъезжаются, может быть, и такой вариант состава Краснодара с кучей молодых футболистов будет вполне себе боеспособен. Тем более, что сейчас мы видим, что Быки с этим молодым составом держатся на плаву. Может быть, что-то из этого и выиграет. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.